Привет! В данном ролике я бы хотел порассуждать о достаточно интересной теме, концепте искупления в рамках нашей любимой вселенной. Каждый оступившийся, как я считаю, заслуживает второго шанса. Шанса на исправление своих ошибок и становление личностью на ранг повыше. И подобный шанс самим Араке был предоставлен, быть может и не всем, но точно приличному количеству персонажей. Задумывались ли вы о том, что ровно половины будущих Джобра изначально были введены как противники главных протагонистов? Вспомнить тех же, как Юэйна, Спидвагона или Бруна. Все это довольно известные примеры, но сконцентрироваться я хочу на менее обсуждаемых, однако упоминания для внесения контекста они явно стоили. Ну и, пожалуй, приступим. А первый в этом списке Рудольф вон Штрохе. Один из основных персонажей второй части, штурмбандфюрер немецкой базы в Мексике и человек, ответственный за пробуждение Сантаны. Первого в плане появления по сюжету Пеллармена. Всеми любимый киборг-нацист и главный любитель самой лучшей науки во всем мире. При этом многие забывают, что изначально введен он был как, мягко говоря, противоречивая персона. Так, в своей самой первой сцене он представлен крайне черстым и жестоким немецким майором, одержимым экспериментами над упомянутым Сантаной. Во время своей миссии в Мексике Штрохе и моего люди отмечаются такими зверскими действиями, как захват местного населения и насильственное превращение их в подопытных кроликов. При всем этом, в той же сцене с местными жителями и мальчиком, вызвавшимся пожертвовать собой, демонстрируется и восхищение Рудольфа мужеством других людей. И, что важно в его ситуации, независимо от их этноса. Ведь позже, оставшись последним выжившим из своего отряда, он активно помогает Джозефу в битве с Сантаной, осознанно лишаясь ноги и самоотверженно подрывая себя гранатой. Продолжает становиться все более ценным союзником он и дальше, когда возвращается немного позднее уже в виде киборга. Да что говорить, Штрохе – первый персонаж Battle Tendency, сразившийся с главным антагонистом. Вступает в битву с Карсом он и еще один раз ближе к финалу, выступая в самом настоящем Джобро Джозефа. В общем да, Штрохе им внес значительный вклад в спасение мира от совершенной формы жизни. И это было довольно смелым решением со стороны Араки, учитывая бэкграунд персонажа. Еще раз обращаю ваше внимание на этот контраст. Введенный как типичный антагонист, эксцентричный немецкий психопат превращается в самого ценного союзника Джозефа в битве с угрозой всего мира. И я даже не представляю, какая советская машина все же смогла одолеть его под Сталинградом. А вообще, Штрохе, наверное, один из моих самых любимых персонажей второй части. Но все же не самый любимый, потому что, ну, все-таки... Россия моя родина, а не Германия. А следующий в этом списке – Юэ Фонгами. Персонаж из Diamond Unbreakable. Второстепенный антагонист, который, как и почти все остальные из четвертой части, получил свое искупление. Но если большинство из них, быть может, и вернулись после, какой-то фактической помощи Джозке и его друзьям они не оказали. Фонгами же все совсем иначе. Будучи введенным в арке Highway Star, Юэ выступает эгоистичным и крайне нарциссичным типом, стремящимся к ускоренному восстановлению после аварии за счет энергии других людей. К счастью, Джозке удается поставить его на свое место. И, что интереснее всего, в дальнейшем он и сам обращается к нему за помощью, когда таинственным образом пропадают его мама и Коичи. Джозке рассчитывал положиться на безумно обостренное обоняние Юэ, что, по словам последнего, и являлось тем максимумом, на который он мог пойти, так как не желал идти против отца Киры, по сути и даровавшего ему его стенд. Тем не менее, по итогу все складывается иначе, и он оказывается втянут в заварушку с владельцем Энигмы, Теруноски Миямото. Поначалу, сомневаясь, стоит ли ему спасать Джозке, Юэ приходит к двум выводам. Во-первых, он бы поступил точно так же, если бы на месте Томака оказались его поклонницы. И, во-вторых, позволить этому парню на виду с Кирой свободно рушить чужие жизни он не может. Решительность Джозке трогает Юэ до глубины души и вдохновляет его. После этого он и начинает преследование Теруноски, приводящее, в свою очередь, к довольно запутанной конфронтации, в результате которой Юэ, осознанно поддаваясь Энигме, использует свою новую бумажную форму для спасения Джозке и Коичи из Шреддера. И, если бы не он, в дальнейшем Морио пришлось бы его и как не сладко. А на очереди Фу Файтерс, персонаж из шестой части, входящий в состав команды Джолин. Но так было не с самого начала. Представляющий собой колонию планктонов, Фу Файтерс был создан самим Пуччи для защиты склада с дисками стендов. И именно этим в своей вступительной арке он активно и занимался. Возникает небольшой диссонанс в голове, да? Несмотря на свой внешний вид, она является не человеком. И даже не ей. Да я даже не знаю, какой род у этого существа. Пусть будет средний. Короче говоря, оно было побеждено Джолин и Эрмис. Однако Джолин предпочла не убивать его, поняв, что Фу Файтерс является всего лишь марионеткой Вайт Снэйк, считающей защиту дисков смыслом своей жизни. Этот поступок еще сильнее укрепил его восхищение Джолин. И он решает стать ее другом. Планктон захватывает тело недавно умершей заключенной. И вот, наверное, с этого момента к нему можно обращаться как к ней. Короче, это можно считать женщиной. К слову, FF, ну или Fifi, или даже... Некоторые даже называют Best Girl 6 части. Вайт Снэйк является одним из самых интересных персонажей своей части. И неспроста. На протяжении всего его существования им движет самая обычная благодарность. Сначала своему создателю в лице Пуччи, а затем своим метафорическим спасителем, поставившим на верный путь. Теперь уже она неутомительно участвовала в разных битвах и всячески помогала Джолин на протяжении существенной части Stone Ocean, все лучше формируясь как самостоятельная личность. Ну и как же символично, что палый FF именно в битве со своим создателем, Энрико Пуччи. И напоследок, думаю, стоит выделить ее необычную философию. Она считает, что именно воспоминания делают нас теми, кто мы есть. И это невероятно удачно коррелирует с концовкой 6 части. И последний пример Вика Пипа. Персонаж из Стилбул Рана, один из наемников Фанни Валентайна, отправленный вместе с Маджентой на поиски Джайры и Джонни. Бывший неаполитанский гвардеец, мастерски владеющий техникой спины и точащий зуб на семейство Цепеля. Эта злость исходит из его прошлого. Именно отец Джайра в его глазах является причиной своего изгнания из неаполитанского королевства, произошедшего после убийства в совершенно честной дуэли мужа-обидчика своей любимой сестры. Искренне веря в то, что без него ей точно не удалось выжить, Вика Пипа нечего терять. И он пресегает на верность президенту. Перемещаясь в текущее время, его затяжная битва с Джайрой и Джонни оканчивается поражением. И, находясь не в состоянии примириться с этим позором, он предпринимает попытку суицида, которую прерывает Джайра. Он сообщает ему о том, что жизнь его сестры находится в полной безопасности, несмотря на слепоту. И в этот момент Вика Пипа вновь приобретает волю к жизни. Впоследствии, став союзником героев, он выполняет поручения Джайра и вновь сталкивается со своим бывшим напарником, Маджентой. Он успешно одолевает его и спасает Стивена Стила. Ну и к слову о его крутости. В арке Диффуси он довольно успешно сражается с Валентайном, даже не обладая стендом. Под конец своего пути Вика Пипа оказывается между двух огней, причем в двух смыслах. Во-первых, теперь он является как предателем своей родины, так и страны, в которой хотел начать жизнь с чистого листа. А во-вторых, является первой и показательной жертвой Диффуси. Вика Пипа, по моему мнению, является одним из самых интересных персонажей Стебул Рана с довольно необычной линией развития. Он, подобно штроха ему, превращается из противника главных протагонистов в их надежного союзника. И навсегда останется в наших сердцах. Ну и, подводя итог, хочется сказать, что персонажи, имеющие своеобразные арки искупления, являются одними из самых интересных. Их истории поистине захватывающи. И тот факт, что подобные персонажи присутствуют в Джорджо, так еще и не в малом количестве, говорит нам о том, что Ракет действительно знает, как сделать свою историю лучше. И я надеюсь, что смог передать эту мысль данным роликам. Ну и в очередной раз, благодаря за просмотр и подписку, с нетерпением жду нашей следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok